Пожалуйста, Молодович. Меня зовут Николай Гринюк, Киев отрадный. Очень приятно. Я хотел бы задать вопрос по поводу сноса старых и ветких зданий. Хотите снести отрадный? Ну, не совсем. Скажите, пожалуйста, как будут решаться проблемы с расселением жильцов, которые живут в таких вот домах, которым нужен капитальный ремонт? Будем выделять новое жилье. Новое обещание, Василий Петрович. А что с дорогами? Ваш, Яночка, сарказм понятен. Ну, вы же знаете, что эта проблема уже четверти века. В общем, я не первый, который со своей командой пытается хоть что-то сделать с дорогами. Просто проблема была в людях, которые управляли этим процессом. Василий Петрович, вы сейчас пытаетесь снять себе ответственность? Нет, я не снимаю, еще раз я вам говорю, ответственность. Я просто пытаюсь вам объяснить. А может быть, хватит объяснять? Вы покажите. Власть там все объясняет, рассказывает, а дороги как не было, так и нет. Такое впечатление, что вам там укол делают после выборов. Жил-был честный украинец, патриот выбрали. Стал хитрым, скользким, вороватым хохлом. Вы считаете, он стал хитрым, скользким, вороватым хохлом? А может быть, он и был таким хохлом? По-вашему, хохлами рождаются? Нет, я считаю, что украинцы не рождаются хохлами. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцами. И раз мы родились, значит, мы как-то это заслужили. Или мы, или родители, или предки наши, неважно. И этот человек, я уверен, был рожден украинцем. Маленьким, пухленьким, развочеким украинцем. Три с половиной килограмма. Вопрос в другом. Как из этих трех килограммов вот так превращается человек в сто-килограммового хохла? Как это происходит? А я вам объясню, мы сами виноваты. Вот такие, как вы, Яна, как я, как мы все. Мы сами виноваты. Все начинается в роддоме. Родился этот мальчик, нужно занести. Занести обязательно, надо дать врачу. Не дали, залезай обратно. А потом мы этого ребеночка приносим домой. И там этот ребеночек еще украинец. Как только начнет мотать на усы, станет хохлом. Что он видит? Первое, папа. Папа сидит, естественно, смотрит телевизор и говорит, да во всем виноваты эти козлы, эти скоты, эти политики. Черт вы, между этим пересчитывает 200 гривен, которые вчера заработал на пикете, когда стоял за этих же козлов и вонючих депутатов. Это нормально. Не стоит. Папа стоит, кто-то другой. А что это кто-то другой должен взять эти вороватые бабки? Почему не я? Думает папа. Ребенок наматывает на ус, и наш украинец по чуть-чуть начинает превращаться своего папу в этого хохла. Но по чуть-чуть. Не все потеряно. Вы думаете? Все потеряно. Есть дядя. Дядя из Авира. Тетя из БТИ. И все устраивают мальчика куда? В школу. Дорогую школу. Нет. Дорогую. Именно дорогую школу. И заканчивает очень хорошо ребеночек в школу. И едут все отдохнуть на Днепр. Аттестат получили. Одни пятерки. Конечно. Почему нет шашлычок, коньячок? Очень вкусно. А мусор? Мусор хохлы уберут. И в этом приподнятом настроении поступаем мы в институт. Все те же помогают решать. И после института. Куда мы едем? На Днепр. А что ж там загажено? А что ж там везде этот мусор тут же табличкой прибито? Не мусорик. Кто ж тут на мусоре? Что ж эти хохлы не убирают после себя? И в хорошем настроении на новой хонде, подаренной к выпуску из института, мчит наш, уже полухохол полуукраиня, по ночному Киеву. Там, где нет дорог, и абсолютно насрать, извините меня, на людей, которые в это время спят, пришли с ночной, или мать, которая уставшая на двух работах, чтобы прокормить своего ребенка, только-только укачала пацана. Он мчит в будущем. А будущее не за горами. 20-25 лет он станет депутатом и превратится наш украинец в стопроцентного чистокровного хохла. И все у него будет хорошо. Правда, детки будут учиться в Швейцарии, не здесь. Ну, чтобы подальше от хохлов. Отдыхать он будет уже не на Днепре, там же он насрал. А вот на Мальдивах, ну, чтобы подальше от хохлов. Квартирку себе купят где-то в Лондоне. Тоже, чтобы подальше от хохлов. Подальше от этого всего. Не мое. Вот такая загадочная у нас хохлятская душа. Есть еще вопросы. Дорогие мои украинцы.